МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Мы же не виделись еще до этого, поэтому обязательно сейчас поздороваемся. Конечно, первый раз, да, просто случайно сели на эту скамеечку, и здравствуйте. И немножко поболтаем. Я посмотрела все ваши интервью, последние, которые были, и поняла, что сегодня нам точно не нужен вопрос, ожидали ли вы успеха слова пацана, как вы придумываете эти гениальные идеи, где этот портал, есть ли у вас книжка, где вы записываете всех интересных персонажей из жизни. Будут вопросы другие. Начнем с лица. Для сценариста важнее его образование или его жизненный богатый опыт? Богатый опыт. У вас ник в соцсетях звучит так, очень простой. Это правда или сарказм? Правда сарказм. Правда сарказм. Не простой. Не так надо сказать, простой. Больше нравится писать сценарий для фильма или для сериала? Для сериала. Почему? Больше можно себе позволить. В фильме ты пряжешься на пятачке, это очень прикольно смотреть. Фильм кайф в том, что ты приходишь, и там есть красная дорожка. Вот в этом класс полных лет. Премьера. Премьера ты приходишь, все софиты, люди, зрители, аплодисменты. А сериал ты можешь себе больше позволить. Поэтому если вопрос писать, то писать лучше сериал. А примерить фильм. От кого больше зависит успех? От режиссера, сценариста или продюсера? От всех вместе, но от сценариста чуть больше, потому что если он накосячил, то дальше никто не спасет. Хорошо. Тогда от сценариста или от актеров? От сценариста чуть больше, но, в общем, это, понимаете, это как вот командная игра. Ну, как от вратаряля все зависит. Мы не знаем. Но все-таки сценаристы или актеры сценаристы? Сценаристы. То есть самый главный человек это вы? Я считаю, да. Это моя версия. Должен ли зритель после просмотра все понять или должны остаться вопросы? И так, и так. У него вопросов, наверное, вот именно вопросы, это не совсем правильная вещь, должна остаться недосказанность. Чтобы он сам размышлял? Вообще нельзя жеваную морковь класть людям в рот. Нельзя так делать. Надо обязательно, чтобы зритель немножко думал в процессе и догадывался. Потому что самый главный кайф, это когда мы сидим в кинотеатре, и я говорю, так, ползала не догадалась, но я-то понял, что они имели в виду. И вот это самый главный зрительский кайф. На самом деле весь зал, конечно, догадался, и каждый думает про соседа, что он не догадался. Поэтому жеваную морковь класть нельзя. Мы всегда, даже в каждой реплике, актер говорит реплику, какой-то герой, и мы понимаем, а, он имел в виду другое. И это большой кайф зрительский. Если актер буквально и герой говорит то, что он думает, это жеваная морковь. Это когда зритель не думает, это как бы уже решенный кроссворд. Это бессмысленная вещь. В России сейчас, когда снимают, это больше жеваная морковь или нет? И так, и так, но больше жеваная морковь. Если бы заранее знали про успех слова «пацана», запросили ли гонорар больше? Нет, правило такое. Чем интереснее проект, тем меньше денег. Сейчас придет Жора Крыжовников, скажет, давай сделаем еще один проект. Я, в принципе, могу ему немножко доплатить. Да? Ну, как бы да. Потому что, ну, иногда интересно делать проекты просто потому, что интересно делать проекты. Но вы думаете о том, что это после успеха принесет больше дивидендов, чем я заработаю на этом проекте? Я вообще не думаю о дивидендах. Я думаю только из, ну, в категориях нравится и не нравится. Если мне интересно этим заниматься, значит, скорее все это будет стоить дешевле. Были ли уже такие предложения, когда к вам приходят и говорят «нам нужно точно так же, как слово «пацана»»? Да полно. Но это делают, как правило, люди, ну, не топовые продюсеры, понимаете? Потому что, ну, в здравом уме большой продюсер не придет и не скажет «нам нужно ровно так», потому что он понимает, что, естественно, никто так не сделает, и я точно не буду делать то же самое. Ну, главное, чтобы эффект был такой же, там пишите, что хотите, нам нужен такой же эффект, круче, чем слово «пацана». Ну, у нас сейчас, к счастью, так не происходит, потому что на этом уровне продюсеры, они все адекватные, они все понимают, и они не хотят каких-то повторов, а эмоциональный эффект, ну, в смысле, это все равно, как прийти и сказать «пиши хорошо», ты можешь сделать нормальную свою работу? Плохо не пиши. Плохо не пиши, вот как плохо не надо, хорошо надо. Ну, понятно, да, я пытаюсь писать хорошо, то есть в любом случае, независимо от темы. А появился страх не сделать лучше, вот после того, как такой успех случился? Ну, есть некоторые риски, конечно, потому что теперь ты оцениваешься сразу по гамбургскому счету, и это немножко опасненько, да, это правда. Но, в общем, поскольку я и раньше как будто бы не халтурил, то есть в этом смысле как бы технически ничего не изменилось, то есть я все равно пытаюсь сделать хорошо. Но ступора не было какого-то опоста? Ступора? Да, что пока я вообще не пишу. Но почему тогда не хотите сделать второй сезон? Есть ведь такие примеры, «Бандитский Петербург», например, второй сезон круче, чем первый. И «Крестный отец» есть, которых тоже много, ни один фильм. Почему со словом «пацана» не может такое случиться? Я вам не буду отвечать на этот вопрос, потому что есть продюсеры, которые отрежут мне голову за слова о втором сезоне, поэтому я ничего не могу об этом сказать. А это значит, что он будет, мы вас поняли, потому что до этого всегда говорили, что мы ничего не поняли. Я не подтверждаю и не отрицаю. Все, мы все считали, ребят, хорошо. Сейчас очень сильно скорость жизни у нас становится быстрее, темп растет. И я вам честно скажу, что слово «пацана» я смотрела, наверное, впервые за долгое время без телефона. Это когда ты смотришь, погружаешься, ты забываешь, что ты сейчас сидишь на диване, вот это тот самый эффект, когда я прям вся там, я не листаю параллельно еще что-то. Как это удалось? Вы подстраиваетесь под этот темп, криповое мышление, да, у нас 15 секунд. Нет, это разный тип драматургии. Вот это рилсовая драматургия, когда ты пытаешься сделать в моменте, как бы, каждые несколько секунд какой-то энтертеймент, который тебя держит, она вообще никак не стыкуется с драматургией большого кино и драматургией сериалов. Драматургия сериалов – это работа в долгую, это стратегия, где ты работаешь над подключением к герою, если ты достаточно подключил, то дальше эти обстоятельства работают сами по себе, а не как бы такая речка, которая течет самостоятельно. Там может ничего не происходить технически, но вы настолько заряжены, вы настолько переживаете за этого человека и вы настолько верите, что вот-вот произойдут какие-то события, что вы можете это смотреть не отвлекаясь. То есть там чуть-чуть другая штука работает, мы там не подстраиваем, никак не высчитываем никакие секунды, мы занимаемся только подключением. Ну, в пятой серии у людей, у меня в частности шею заклинило, я вам настолько напряжение, я вам серьезно говорю сейчас без преувеличения, настолько смотрела это вот так вот сжавшись, что у меня просто вот зажало шею после Ау, ау, ау. За счет чего вы подключаемся? Я предлагаю подать в суд. Да вообще за моральный ущерб. Да, ну за стеопата, за вот это все, выставить все чеки, как бы все. За счет чего мы подключаемся? Вот что работает? Может быть мы можем взять вот этот секретик у вас и перенести в соцсети, и также удерживать там внимание людей? Не можете. Не можем? Нет, не хватает площадки. Ну как это, понимаете, вот хоккей. Мы можем ли сыграть вот на таком пятачке? Ну, наверное, имитировать что-то можем, но реальной игры не получится. То же самое происходит с драматургией. Секрет называется несправедливость. То есть происходит несправедливость с персонажем, который нам важен. Мы сначала доказываем зрителю, что персонаж важен, потом с ним происходит несправедливость. И дальше вы жаждете восстановления этой справедливости. Это тот моторчик, на котором вы живете вместе с персонажами до самого финала. Самая сильная эмоция, получается, к которой люди подключаются? Мы, понимаете, мы суперэмпаты. Вот сами по себе. Мы как люди, мы суперэмпаты. А кино и сериалы – это безопасная зона для нас, для проявления эмпатии. Потому что мы в этот момент понимаем, что мы так страстно хотим, чтобы этим людям было хорошо. И в то же время нам ничего не нужно делать, кроме как продолжать смотреть для того, чтобы им было хорошо. И это как бы бесплатная справедливость. Ну, если со мной в жизни поступят несправедливые, я об этом расскажу. За мной тоже будут следить, как я буду из этого выходить. Возможно, но в меньшей степени, потому что это платная справедливость. Я не могу, например… Вы понимаете, вот вы идете, и я вижу, что вас обрызгала машина. Я не могу просто стоя в метре, и как бы этот человек остановился. Я смотрю, и я думаю, ай-яй-яй, жалко, конечно, что у тебя обрызгала, жалко, конечно. Говорю я, и прохожу мимо. То есть я поступил как странный человек. Мне, по идее, нужно было подойти к этому водителю, который вас обрызгал, и сказать, что же ты творишь. То есть мне надо заплатить за это какую-то цену, хотя бы своим временем. А когда вы смотрите кино, вам не нужно платить ничем. Вы просто это получаете бесплатно. Вы вообще сказали, что мы смотрим сериалы и фильмы, чтобы выжить. Мы там получаем другой опыт. Смотрим, а как у других. В интервью, мне кажется, секрет успеха тот же самый. Мы слушаем, как живут другие люди, и поэтому нам так интересно за этим наблюдать. Да, это вообще происходит в историях. Но это даже не про кино и не про сериалы. Это вообще про то, почему люди друг другу что-то передают. Да, то есть, а так можно было? А мне будет еще вот это, если что. Должны ли после слова пацана люди сделать какие-то выводы? Ну, слово должны, ответ нет. Не должны. Но если сделают, было бы здорово. А какие вы хотели бы, чтобы выводы сделали? Ну, я как автор ничего не могу хотеть, потому что я автор этой истории. То есть, я как бы, вот когда я пишу, сейчас как зритель, мне бы хотелось, чтобы они посмотрели это и сказали, я так не хочу. Но это только как зрителю. Но они 100% все досмотрели до конца, я уверена, и слитые серии посмотрели. И для меня, на самом деле, как для работника ТВ, было отдельное удовольствие посмотреть слитые серии. Я знаю, что вы как бы недовольны этим, да? Я, в принципе, верю, что это произошло случайно. Но как круто посмотреть, когда хромакей там. Как круто посмотреть, что здесь нужно доработать и на монтаже что-то доделать. Я вообще кайфанула. Но это как разница между эмоциональным и интеллектуальным подключением. Понимаете? Мы же, когда мы этот продукт готовим, вот когда мы все это делаем, печем, нам супер важно, чтобы вы забыли, что вы сидите и смотрите экран. Понимаете? Там вы прямоугольничек смотрите. Вот нам нужно, чтобы вы об этом забыли, чтобы вы настолько туда погрузились, просто следили за ними, как за родственниками, родными. Понимаете? А когда вы видите хромак, вы в этот момент такая, ааа, ну это же кино. Это что не на улице было. Это реально не в Казани, не в 89-й. То есть как, ну, развал происходит. Понимаете? И вам это интересно, потому что вы вовлечены в процесс. Вы как бы как мейкинов вдруг посмотрели. Вдруг какой-то заглянули за кулисы и посмотрели, как это в реальности происходит. Но это как такой театр-скелетон. Вот представьте, мы сейчас кулисы все откроем, и там будут люди как бы бродить, как бы все опускаться, заниматься, бегать за кулисами. Да, но это можно так делать, но это интеллектуальное подключение. Это и каждый раз зритель, ну, он не забывает, что он смотрит кино. А мы хотим, чтобы забыл. Сейчас в целом у сериалов сокращается количество серий. Это тоже тренд того, что невозможно людей больше удержать, дольше, как «Моя прекрасная няня», например. Мы просто несколько лет смотрели в определенное время. Конечно, турецкие сериалы – это вообще какой-то нонсенс, да, где просто нескончаемое количество серий. А у нас в основном 8, 10 или бюджета все-таки не хватает? Нет, бюджет может быть на любое количество серий. Просто есть несколько факторов, которые на это влияют. Один из них – мода. Просто все друг за другом делают по 8 серий. Ничего не мешает им 10 сделать. То есть изначально эта мода была сформулирована телевидением, потому что у них есть форматные блоки, куда это вставляется. Этим же сформулирован хронометраж. Почему там конкретный блок? Вот это 52 минуты должно быть, а что не 54? Ну, потому что рекламные блоки нужно врезать. Потом это просто эволюционировало и перебралось на платформу, но все по старой памяти как делали 52, так и шарашат примерно то же самое, потому что это привычный формат. Но ты руки заточил наливать по 50 граммов, ты так и наливаешь. Ну, это просто привычка. А большие сериалы сложно делать качественными, потому что для этого нужны крутые актеры, крутой режиссер. В России их не так много. И планировать такую огромную занятость, приходить к актеру и говорить, что сейчас ты, чувак, на 2 года выпадаешь из жизни – это просто нужно быть очень убедительным человеком, чтобы это делать. То есть сейчас история с моей прекрасной няней вряд ли может повториться? Может, но просто нужно понимать, что для этого должен быть такой каст сложный. И так нужно найти артиста, который это сможет сыграть. И он при этом не супермедийный, не такой занятой, но при этом мы в него очень верим. Это сложно. Многие психологи, когда люди не знают, кем они хотят стать, когда выросли, дают такой совет. Вспомните, что вы любили делать в детстве. И постарайтесь сделать это профессиональной деятельностью. Вы же исключение из правил. Вы говорите, я ненавижу писать и ненавиден в детстве. Ну, в общем-то, сейчас тоже продолжают. Продолжаю. И сценарист. Что изменилось? Что здесь сыграло? Я очень люблю, когда получается. Результат. Да, мне нравится. Я вот сцену пишу, мне не нравится процесс. Но я дописываю ее за полчаса, я смотрю на нее, мне нравится. Но тем не менее, вы еще журналистом были, и там тоже надо писать. Да. И отсматривать там нужно. И вы тоже перебарывали себя ради результата? Ну да, но там было немножко проще, потому что все время кортизольный режим. Ну, вы это понимаете. Ты все время в цейтноте находишься. Ты никуда не денешься. У тебя прямой эфир. А-а-а, побежали снимать. То есть у тебя нет времени подумать, как ты устал делать то, что тебе нужно сделать. И вдохновиться. Да, как раз. Вдохновение есть максимальное. Просто твой уровень вдохновения, он на 300% заряжен. Когда тебе просто телефонируют и говорят, что сейчас тебе голову снесут за отсутствие материала к эфирам, ты сразу так вдохновлен, как никто. Под страхом работать. Да, только так. И угрозами. Только так. Что еще мы не знаем про сценаристов, но было бы интересно узнать? Мне кажется, никому не интересно. Это такая профессия, которая... Ну, вот про актера интересна, потому что мы его ассоциируем с героем. Мы все время как бы... Мы не можем себе сказать, что Де Ниро – это не тот персонаж из прекрасных фильмов. Мы все время его ассоциируем, думаем, ну, понятно, это вот этот персонаж. То есть мы даже, если мы умный, интеллектуальный, взрослый человек, который догадывается, что актер – это не тот человек, которого он играет, мы все равно так или иначе его с этим персонажем ассоциируем. И мы уже... Нас так в него влюбили во время кино, что мы чувствуем часто эти влюбленности, мы его проецируем на этого актера. А сценариста же там нет в этой цепочке. Ну, то есть там он нигде в кадре не случается. Но вы как кукловод практически. Вы управляете. Кукловод. Ну, мне нравится. Да, это кукловод. Это прикольно. Что написали, то и будут делать. Да, да, да. Типа того. Что думаете про региональное кино? У нас в Тюмени эта сфера активно развивается. У нас даже сняли полноценный фильм. Папаша в бегах в Тюмени. Есть команда. Вы тоже ведь собираетесь снимать в регионах? Да, мне кажется, что пора кино и сериалам выходить из Москвы и Петербурга, что уже невозможно снимать одни и те же локации. Мне кажется, что нужно приземлять их на какие-то конкретные точки в России. Потому что вот эти вот титры, действия этого фильма происходят где-то в средней полосе. Зачем вы так говорите? Почему вы не можете приземлить это в конкретный город? Потому что это становится сразу правдой. В момент, когда ты показываешь какую-то конкретную историю, даже немножко подбираясь, все равно эта история приземлена к какому-то объекту. Мы делали там фильм «Лед», он приземлен в Иркутске. Но при этом там есть вранье. Там есть девочка, выходит из Иркутска, бежит на Байкал. Хотя в реальности там три часа шарашить на машине, как бы, ну, далеко. Но это такая художественная реальность, которая как бы работает в рамках вот этого фильма. И также можно делать эту реальность и с другими городами. Никто не заставляет, просто буквально, как бы, правильно пересечение улиц указывают. Но сделать какой-то флёр, который характерен именно для этого города, показать какое-то разнообразие России, всё-таки приземлить это в какой-то конкретной точке, это дорогого стоит. Это очень здорово, потому что это работает на кинематографичность, на достоверность. Нужно ли, чтобы появлялось больше сценаристов после таких приездов, как ваш, например? Мне очень хочется верить, что интерес к этой профессии будет расти. Вот именно среди, даже не среди зрителей, ладно, бог с ними, зрители, не любите сценаристов, любите актёров, продолжайте любить актёров, никакой проблем в этом нет. Но мне хочется, чтобы амбициозные люди хотели стать сценаристами. Это очень важно. Потому что мне кажется, что все те, кто связывает свою жизнь с кино, если у них есть амбиции, они хотят стать режиссёрами, продюсерами, актёрами, кем угодно, но не сценаристами. А сценарист – это классная профессия. И она очень патриотичная, потому что ей можно заниматься в любой точке нашей страны. Не обязательно для этого ехать в Москву и стоять на лобном месте рядом с Красной площадью и говорить, я сценарист. Нет, ты можешь дома быть сценаристом. И это очень круто. Но связи же решают. Нужно же, чтобы этот сценарий дошёл. Я в Тюмени написала здесь классный, по моему мнению, сценарий. Допустим, как мне его продвинуть-то дальше? Никак. Связи не помогут. Ну, вот реально, не помогут. Только приходить на питчинг. Ну, как, связи могут помочь, заставить кого-то прочитать. Вот так это возможно. Но если это слабый сценарий, это ничему не поможет. Никаким образом. Поэтому, в общем, все в равных условиях. Существуют питчинги, есть институт фестивалей, которых вообще огромное количество. У нас в России такое количество кинофестивалей, как нигде. У нас можно жить на этих кинофестивалях, просто переезжая с одного на другой круглый год. И эти кинофестивали, они с радостью примут короткий метр, который сейчас можно снять за две копейки. То есть вот когда я был студентом, чтобы снять короткий метр, нужно было убиться об стену. Потому что была кинопленка, ну, там это просто безумие было. Сейчас бери телефон. В вашем студенчестве вот это все было? Мы снимали на кинопленку. Ну, там были, конечно, и цифровые камеры, но это уже, как бы, мы в том числе и на пленку снимали параллельно. И это было сложно. Сейчас просто бери телефон, договаривайся. Если у тебя есть свободное время и много энергии, как бы ищи этих артистов, ноунейм, бери студентов, пожалуйста, снимай с ними то, что ты написал, приходи на фестиваль, доказывай, что ты крутой. Делай потом из этого полный метр, когда это понравится продюсерам, почему нет. То есть фестивали работают? Фестивали очень круто работают. Реально круто работают. Мы фильм «Спутник» полнометражный наш сделали после просмотра короткометражного фильма об этом, который был на фестивале. И так многие. Люди, которые делают офигенные короткометражки на фестивале, за ними охотятся продюсеры. Их на этом фестивале просто атакуют, там выстраивается очередь для того, чтобы этого человека себе заполучить, если это реально круто сделать. Потому что сценаристов мало? Сценаристов, режиссеров, да всех мало. Актеров мало всех. Нет, актеров как раз таки, мне кажется, много. Реальных актеров. А насколько медийный вес важен? То есть сейчас блогер может быть так себе актером, но его позовут, потому что у него есть медийный вес. Ну, наверное, важен, но прямой корреляции между медийным весом и объемом проката нет. Ну, мы это видим по блогерам в кино, потому что вот такое, даже блогерская поддержка для кино не всегда работает. То есть бывает такое сейчас, многие продюсеры, особенно молодые начинающие, они говорят так, у меня есть там блогеры-миллионники, я сейчас со всеми договорюсь, они сделают посты о том, какое у меня классное кино, и все люди придут смотреть мое кино. Но оно не всегда так работает, потому что, ну, бесплатный контент блогерский, он, как бы, эта аудитория, она не так тесно связана с теми, кто потребляет платный контент. На самом деле, там есть водораздел, поэтому это такая сложная вещь. Мне кажется, вот этими словами вы очень зарядили про фестивали юных и начинающих сценаристов, которые хотят стать реальными. Спасибо большое, что приехали к нам, мы вас ждем с фильмом, чтобы вы снимали не только в Екатеринбурге, но и у нас. Я очень постараюсь, мне очень понравился город, по-моему, есть смысл. Особенно вот это сочетание термальной воды, вот таких деревьев и такой красоты, ну, это правда круто. Я бы хочу еще зимой вернуться, посмотреть зимнюю натуру, потому что мне почему-то кажется, что есть смысл зимой пробовать снимать. Обязательно, обязательно ждем вас зимой. Спасибо большое. Спасибо вам.